на канал за гет поступил вопрос как выражать свою точку зрения в общении с неверующими хочется сказать что вообще таких уж совсем не верующих людей наверное почти не найти и люди во что-то верит вера разная бывает и бога воспринимает по-разному как некий вселенский разум как некую философию но все равно вот наверное почти каждый человек особенно который побывал в критической ситуации вот как-то чувствует душою что как говорят что то там есть это не потому что человек не достоин веры не потому что человек плохой может быть хорошим по-своему и добрым все же веры как дар божий и господь выбирает людей порой недостойных порой и менее умных порой и более немощных но почему-то выбирает он сам так решает и дает веру открывает сердце и дает себя познать поэтому все же ко всем людям надо относиться с уважением если человек далек от православия то это не значит что он не должен вызывать уважение к себе а если мы уважаем человека любого человека который приходит там который мы соприкасаемся а человек это образ божий любой человек надо понимать что господь и каждого любит как солнышко светит абсолютно на всех не выбирая какой национальности как он относится богу или как дождь капает на всех тоже без разбора так и господь относится ко всем одинаково к своим детям поэтому мы должны относиться к человеку как образу божьему прежде всего помнить об этом что в любом общении с человеком мы не должны показать свое превосходство над ним то что это будет абсолютно бездуховно и безбожно если будем думать что мы лучше него если мы хотим донести до неверующего свою точку зрения речь идет все таки о вере наверное то мы должны быть учителями здесь надо быть уважительно и культурно чувствовать себя на одном с ним уровне на том что господь дал нам этого человека или поставил нас такие обстоятельства чтобы мы мы может быть могли что-то сказать о христе могли сказать о боге и может быть господь расположит его сердце к слышанию но если будем превозноситься над ним то человек закрывается от нашего превозношения если будем смиренно себя вести культурно уважительно точек открывается к тому чтобы услышать так не всегда бывает но бывает я помню у меня был опыт общения с наркозависимыми людьми совершенно не церковные которые приходили на реабилитацию которые просили какой-то помощи и возникал вопрос надо ли им открыто говорить о боге о христе может надо как-то из подвале какими-то притчами намеками но вот все же у меня был опыт такая практика играла христия напрямую и не был ни разу чтобы говоря о христе с любовью сверх благовением прямо без какого-то прикрытия чтобы чек не отреагировал на это хорошо но это касается страдающего человека который хочет помощи и который тебе обращается а если человек данный момент и не страждет так если он не болеет душой то как с ним общаться как донести до него свою точку зрения знаете есть такая мудрость что если человек закрыт если человек закрывает свое сердце то лучше не пытаться стучаться его сердце или ломиться лучше сказать туда обратиться к богу с молитвой об этом человеке если человек открыт если сердце открывается и он пускает нас к себе тогда можно войти к нему со словом о христе и сказать ему слова которые мы знаем из евангелия а эти слова имеют особую силу особую власть божию власть очень полезно сказать и своего опыта даже не сниженного и своего как мы переживаем церковные службы что для нас христос вернее кто для нас христос какой мы имеем опыт божьей благодати как господь нас прощал и как мы учились радоваться о христе вот свой опыт который мы придем искренне он как правило хорошо воспринимается человеком в случае споры на тему религии как правило бывают совершенно бесплодными если пытаемся аргументировать вы знаете как бывает что ты ему слова тебе 10 слов человек не хочет чтобы говорить о только разжигается в этом споре он противится он не хочет ничего слушать и лучше о нем помолиться поэтому лучше избегая всяких споров говорить чекам уважительно тактично культурно смиренно и помня о том что человек по своей природе так устроен что если мы коснемся его сердца любовью состраданием заботой то он будет готов услышать нас а если он будет готов нас услышать то господь через нас возможно донесет до этого человека свое слово поэтому так важно не мешать богу действовать нашем мире быть проводниками воли божией а чтобы быть правдиками воли божией нужно иметь смирение и желание богу послужить и человеку помочь аминь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео аминь